Привет всем! Пятница и значит цветочные новости. Хотя новостей особых нету и очень даже хорошо. Многие цветут, многие отцвели, отдыхать наверное начали. Все-таки уже сегодня у нас, какое же у нас сегодня, 22 или какое сентября. Вот мои два укорененных. Вот и вот гибискуса. Имбирь у меня в этом году шикарнейший. Посмотрите какой длиннющий. Надеюсь, что зацветет. И там я смотрю, уже клубни есть, просвещаются. Но я уверена, что будет очень хороший. Уже начинает горшок деформировать. Вот в эту сторону смотрю, уже туда выперло. Я рассказывала когда-то, что у меня даже керамический горшок треснул, а такой пластиковый стал овальным из круглого. Бегония моя продолжает, красавица, цвести. Там эписция, я приподняла ее повыше, потому что она закрывает цвет для бегонии. Ну, вчера пересадила, ой, сейчас я антуриум свой, новый грунт поменяла в этом же горшке и рассадила пошире, так сказать. Сделала ее. Так, и туда вверх идет гипоцирта. Ей там ничто не мешает. У нее темные листья, как видите, и она не обязательно, она должна быть на светлом месте. Хоя эта, как сумасшедшая, растет. Вон, вчера только была поправила, она сюда была, закрутилась. Вот она уже крутится вокруг веревки. Цвести, не цветет. Там бутоны есть. Ну, надеюсь, что будет. Листья меня спрашивали, это я опрыскиваю. Я не знаю, как я теперь буду, подойдет прохладное время, когда я не буду уже опрыскивать так. И мыть, наверное, придется носить в ванную, потому что вот эти все плямы, это все я вчера только обработала. Вот и здесь на фаленопсисах очень хорошо видно. Здесь у меня гибискус цвел вчера один. Я уже сняла, будто отцвевший цветок. Вот второй. Белопероне сюда. То есть белопероне. Бугенвилею белую сюда поставила, потому что на окне она прямо горела. Но думала, что ей здесь темно. Потом вспомнила, что когда-то она у меня так стояла вверху и цвела. Хотя слегка вытянулись вот ветки. Но это же цветет. Вот меня спрашивали, почему у меня вот такая, может быть, даже безобразная. Но мне вот устраивает, что она тень не делает для растений. Ей места нету. И она у меня вот тянется туда к потолку. И там она никому не мешает и цветет себе. Так что вот так. Она вот какой ствол. Хотя я ее постоянно срезала. Вот тут видно, где срезы. Вот здесь она растет. Вот эта бегония, она никак не ветвится. Вот и там ее тоже детка более-менее еще разветвилась. А вот эта, вот я срезала вот в этом месте. Видите, в одну ветку она росла. Здесь срезала, две только дала. Ну вот эти обрежу. Отцветут. Буду резать. Вот эта более ветвится. И вот эту можно закручивать. Я ее закручиваю белой. У нее такие гибкие ветки. Эту невозможно закрутить. Если ты ее закручиваешь, она сразу же деревенеет и ломается вот негибкой абсолютно. Это бугенвилия. Была у меня сиреневая. Там тоже были тонкие такие ветки, которые очень хорошо загибались в любую форму. Можно было придать. Это не поддается. Вот вы видите, какие мощные какие. И сразу же вот там, смотрите, корой покрываются. Поэтому она вообще не гнется. Вообще не гнется. Так. Здесь у меня питунья, как видите. Хотя я ее не вижу. Это обрезанная. Когда месяц-полтора, наверное, я обрезала ее. И посмотрите, цветет. В окно влипло прямо. Лантану вчера обрезала. Вот не знаю. Она такой запах приятный. Оставила. Думаю, а может с нее она да будет почитать. Или может кто-то знает. Может чай с нее можно заваривать. Ну так пахнет она приятно. Так какой-то мятный такой присутствует запах. И я ветки оставила. Вот тоже формируется очень тяжело. Я ее постоянно режу. Вот видно на ветках, что я ее режу. Она гонит как-то не вверх, по бокам. И постоянно ее режу целое лето. И она очень быстро зацветает. Вот новые ветки растут и быстро зацветает. Там у меня детки питуньки. Вот. Здесь у меня вот цвела мята. Уже ее буду срезать. И эту не буду сохранять на чай. Ой. Два или три раза я летом срезала ее. Хочу показать, какой алый цвет, не знаю, камера передасту, бегонии. Вот видите, отсаженная она лучше цветет. Так, пепперомия продолжает цвести. Здесь я убрала, уже обрезала ахименесы. Они уже совсем и закрывали. И вот под ахименесами здесь накрыто было. Посмотрите, сколько мусора с горшков разливало, когда воду, грунт. Я сегодня буду пылесосить и пылесосиком там все выпылесосю. Попылесошу, в общем, там на полочке. Так, чем же я вот этим вчера брызгала? Брэксил, это из Италии, в общем. Это и для плодово-ягодных, и для овощных, и декоративных. И вон квиты написано, цветы. В общем, здесь микроэлементы в хелатной. Комплексное хелатное микроудобрение для листового питания. Я сразу перевожу на украинском оно. Коричневого цвета сам порошок. Это я что-то впервые, мне кажется, встречаю, чтобы коричневого цвета был. Вот и гипоцирта, видите, блестящие листики в точечках. Это все следы этих удобрений. Вот мои шикарные спатифилум и строманта. С огромнейшими листьями. И вот моя белая бугенвилия. Я ее открывала, закрывала этим пластиковыми бутылками. И потом в очередной раз я забыла накрыть. И через пару дней посмотрела, а у меня один черенок, совсем листья засохли. Ну, я так оставила, пусть стоит, не будет с него ничего. Но два череночка укрепились и уже дают росточки, побеги. Так что буду ждать. И здесь я этот антуриум пересадила, потому что он был у меня в надлежащем виде. Он бедный, изгибался прямо, потому что стоял под орхидеей. А там я поливала, и вода бежала с горшка орхидеи. И все время попадала в горшок к этому антуриуму по листьям, конечно же. Но он страдал от этого. Ну, в общем, я собралась, и горшок был большой. Здесь у меня один пенечек и один срезанный пенечек дал росток. Вот так я когда переукореняла. Вот красавица крассандра разрослась, как вчера обрезала белопироню. Черенки в этом году укоренила. Здесь гибискус, что-то, не знаю, приживется или нет. Это уже второй из одного гибискуса, потому что некоторые гибискусы, я хочу избавиться от них. Потому что они, если честно, они мне уже надоели своими размашистыми ветками. И на той лоджии я вообще не могу ни поливать цветы, ни ходить там. Ну, в общем, ищу место. Внучку попросила, чтобы она спросила учительницу, можно ли в школу принести. Нет, так я вот здесь в садик, может, напротив отнесу. Жалко, но что сделаешь? Вот вчера здесь подвязывала гибискусы, потому что я вообще не могу здесь пройти. Они уже прямо туда, на подоконнике. Так, здесь продолжает свисти. Бугенвилья, уже и листьев почти нет. А это у меня в белопероне тоже стояло там на стеллаже, на нижней полке. И я ее обрезала, было еще весной, то, что в прошлом году цвело. И, в общем, там темно было. А это я нашла, думаю, здесь же есть немного места. Оно быстро отрастет. Стопелия. Так что, видите, у меня как бы, и не то, что не любимчики или любимчики, ну, просто за неимением места, вот, вот смотрите, сколько занимают эти гибискусы. Разрослись. Кофе в этом году вообще прет его. Посмотрите, где уже ветки. Вот. Уже огромнейшее кофе. Так. Здесь, вот я говорила, что стопели у меня, так, стульчик отставлю. Стопелия цвести начинает обильно, ой, ну как тут подлезть к ней. После, во второй половине лета и осенью. Здесь, вот, я в прошлый раз говорила, что у меня что-то стопели. Мягкие стали сегменты. Вот. Ну, я, в общем, начала рассматривать. Думаю, ну, зимой не заливала. Хотя зимой очень легко ее залить. А тут, неужели я залила? Потому что она не столько боится засушки, сколько залива стопелия. А потом я посмотрела, что вот эти сегменты, они такими гроздьями. И не выдерживают тяжести. И обломались несколько там веток. Это гроздей таких. Обломались. И не совсем. Но прогнулись так вот. И, в общем, я там где-то воткнула. Туда отломала уже полностью. Воткнула. Вот, поэтому такой кустик у меня стал не совсем красивый. Но она быстро восстановится. Так. Вчера астрофитом цвел. Сегодня один цветочек пытается там. Так. Тут я вчера горшки переворачивала. Потому что, когда поливала, опрыскивала. Тоже опрыскивала. Нельзя подлезть. Вот. Пушистик, я так называю, этот кактус цветет. Им на калице он цветет. Второй уже не цветет. Ну, в общем, еще горшки для кактусов. Потому что надо больше всем. И буду в октябре пересаживать. Так. Тут хоя. Мед пускает на кактусы. Вот. Вчера одно это цветонос обтрусила себе в руку. Рука липкая. Вот. Посмотрите. Вот я не вижу, что я снимаю. Сколько там меда. Вот бы пчелок сюда. Да. Так. Что здесь у меня? Вот моя хирита. которую я переукоренела. Еще так эти тургор не совсем. Вот этих листьев хорошие. А нижние такие мягковатые. Но уже она укрепилась. Я уже ее открыла скулечка. А эту только пересадила. Вот здесь ахимянец видите еще зеленеет так. Он намного позже начал цвести. Вот. Здесь. Поэтому там уже на покой. Он самостоятельно захотел уйти на покой. Вот. Гибискус. Какие листья огроменные. Здесь белоперроня. Видите кончики сухенькие всех. Это я один раз пропустила и не полила. Я пришла и увидела уже я не помню на следующий день или через день что она стоит вся с поникшими листиками. И в общем вот это результат засушки грунта. Она сразу сразу же среагировала. Вот видите уже теперь вот листики растут новые дальше. Вот. Они все зелененькие. А вот эти пострадали. Ну ладно. Обрезать я не буду. Вот она уже начинает выпускать. В прошлом году она не цвела. Тоже стояла в таком месте что цветение не дало. И вот она начинает и здесь я вижу. Это первый такой будет цвести. Она цветет уже в прохладное время. В прошлый раз та цвела. мне кажется зимой. Ну вот здесь опунции. Эта опунция я уже не раз говорила что она этого года я так воткнула несколько лепешечек и посмотри как она растет. Мне она больше нравится чем эта. они со временем становятся такими вот старые лепешки коричневыми. Хотя с одной стороны тоже неплохо. Но как будто бы декоративность не та. мне принесли два коктусенка черенка. Я вчера повернула их они к окну тянутся. Тоже я думала что они будут из породы тех пальчиковых. Но посмотрите они у меня выросли и кругленькие становятся и пальчиковости не наблюдаются. Вот такой кактус. Кактусы получаются. Там грязи наверное полно. Ой горшков. Так вот кофе огромнейший. ну прямо вот листья какие и крона в диаметре очень большая. Он и этих видно энергетика у него сильная гибискусы отклоняются от него не хотят с ним соседничать так вот близко. и такие вот зернышки ну не зернышки коробочки еще плоды там тоже листья вот вчера опрыскивала все все растения опрыскала будет цвести гибискус стапелия как интересно цветочек морская звезда как я называю видите как каждый цветочек по-разному как позволяет ему вообще-то когда свободно так он закручивается кругленький мне не очень нравится а вот когда он в этих сегментах весь закручивается он экзотические такие формы принимает сколько этих каких бутон я смотрю маленьких так что будут еще цвести и цвести в октябре а это стапелия почему-то не цветет хотя на этом месте это же была вот эта большая здесь цвела я не скажу что ей темно здесь не темно сколько у нас сейчас градусов здесь солнце светит так 27 градусов вот ну вот такие новости не новости все по старому и слава богу все без изменений вот муха залетела откуда она взялась а у меня здесь вот без сетки окно приоткрыто ой а что-то я окно не открыла ты посмотри о открою а там без сетки она пролезла ох гадина я не люблю когда мухи пролазят вот и по квартире летают а сейчас осень и они уже прячутся вот сквозняк сразу посмотрите как двигается сейчас закрою здесь в комнату дверь потому что хороший сквознячок получается там тоже открытый с той стороны ну все пока-пока спасибо что смотрите мои видео ставим пальчики вверх пишем комментарии вот и еще поближе бугенвили вам так солнце мне прямо в глаза вот так чтобы было хорошо видно пока-пока до новых видео я